С вами Реран и это дайджест кейпоп новостей. Ребята, снова снимаю в экстренных и экстремальных условиях, потому что сегодня не планировала ничего снимать, но та бомба, которая обрушилась на кейпоп, заставила меня отложить все планы. Конечно же, говорим сегодня про хайп и Эдор, прикошетит по всем артистам хайп. Фандомы всех групп требуют ответов, потому что речь идет о сливе конфиденциальной и личной информации артистов. И самое главное, это конечно же война, в которой схлестнулись между собой хайп и Эдор. Об этом и кое о чем другом прямо сейчас будем говорить по хронологии, ребятушки, постараюсь. Так что если вы не в курсе или боитесь пропустить какую-либо информацию, будем все последовательно прямо сейчас разбирать. Ролик будет смонтирован на скорую руку, без особых каких-то кропотливых вставочек и так далее, для того, чтобы он сохранил свою актуальность. Более того, когда я пройдусь по своим тезисам, я открою новости и все, что вышло новенькое, пока я вам это все рассказывала, я естественно озвучу. Начнем по порядку. Прежде всего в СМИ появилась информация о том, что хайп запросили аудит, то есть полную проверку Эдор. Если кто-то не в курсе, хайп огроменная компания, куда входят саблейбы. И эти саблейбы управляют громкими топовыми артистами, такими как BTS, Le Serafim, Seventeen и многие-многие. И в том числе, конечно же, девочки New Jeans, единственная группа, которая находится под саблейблом, то есть лейблом Ador. И управляет этим лейблом Мин Хи Джин. Мин Хи Джин ранее работала в SM Entertainment, предыстория для тех, кто не знает. И ей как раз таки отдают почести за то, что она создала вселенную EXO, вселенную девочек Red Velvet. В принципе, целую кучу всяких разных концептов. Но после того, как не нашла общего языка с SM, она покинула эту компанию и стала плечом к плечу с хайп. Создала свой саблейбл непосредственно под управлением, под зонтиком, так сказать, большой компании. И сказала мне, есть еще что показать этому миру. И дебютировала девочек New Jeans. Девочки New Jeans стали немыслимо популярны. И мне хочется здесь оговориться, что в принципе, с момента своего дебюта и с момента своего успеха, уже тогда Мин Хи Джин, будучи популярной, известной личностью, и к ней часто обращались за интервью и всяким разным, она уже тогда старалась всячески отодвинуть хайп, то есть обнулить его вклад в успех девочек New Jeans, говоря, что да, мы дебютировали под их именем, но тем не менее всех инвесторов привлекала я, разыскивала, вела переговоры. Над концептом, над созданием всех материалов и прочего-прочего работала я, вкладывалась я, всех подрядчиков находила я. Да, поэтому девочки как бы вот прям детище, которое я выносила, и хайп, ну просто вот они, ну мы под их крышей. Ну как-то так это звучало. Уже тогда это вызывало у меня определенные подозрения, но я такая думаю, хорошо, амбиции, да и в принципе, ну ладно, главное, чтобы всем все было хорошо. Итак, в СМИ появилась информация, что хайп запросили полный аудит Ador. А это говорит прежде всего о том, что не все так славно в стенах компании и кажется пробежала черная кошка. Стоит также, наверное, сразу сказать, что Ador на 80% принадлежат хайп, на 20% принадлежат Минхи Джин. Тем не менее, компания, конечно же, работала под ее управлением, поэтому по сути как бы она обобщена вокруг нее, да. Итак, еще раз начинаем. Хайп запросили аудит Ador и более того, они в скором времени официально подтвердили эту информацию. Ну а также, помимо всего этого, отчеты СМИ сообщали, что они пытаются свергнуть Минхи Джин и ее, дескать, заподозрили в том, что она старается отделиться от хайп и заполучить, захватить, так сказать, власть непосредственно в Ador на все 100%, скажем так. Обвинения очень громкие и люди отреагировали сразу же достаточно резонансно по этому поводу. По большей мере, становясь на сторону хайп, более того, ее даже сравнивали со злодейкой из популярной сейчас дорамы Королевы слез, что она ведет себя точно так же. Но были и те, кто вставал на ее сторону, говоря, что это неправильно и нечестно ее, как маму группы Нью Джин, взять и просто выгнать из компании. Ничего вам не напоминает? Да, я думаю, сейчас многие думали про девочек 50-50, но только там были вовлечены еще участницы, а здесь, а сейчас мы узнаем, вовлечены или нет. Идем последовательно. Итак, на фоне всех этих новостей, акции хайп начали сыпаться. За несколько буквально часов они упали практически на 8%, и более того, эта новость вышла за 8% часов уже 5 или 6 назад, пока я смонтирую ролики. Я думаю, что эта цифра изменится, и хотелось бы верить, что не слишком-то далеко она полетит. Бывают колебания такие, да, на биржевом рынке, но тем не менее, это все указывает на то, что компанию трясет и трясет хорошо. Итак, вскоре появились в СМИ отчеты с подробностями, в чем, собственно, хайп обвиняют Мин Хи Джин. И сразу скажу, что по этим данным официальной информации не было, но есть у меня такое определенное ощущение, что эта информация попала в СМИ как раз-таки из хайп. Но я еще раз оговорю, что все, что я сейчас говорю, это, во-первых, не подтверждено хайп, а во-вторых, исключительно чья-то однобокая позиция, и, возможно, что-то еще будет оспариваться со стороны непосредственно Адор. Просто преподношу информацию так, как она здесь подается. Дескать, воду коломутить начала не только Мин Хи Джин, а также два ее сообщника. Заместители ее это А и Б, они в СМИ обозначаются так. Один из них, насколько я поняла, работал в СМИ еще со времен SM Entertainment. Другой, что уже чуть позже появилось в новостях, но я сразу упомяну здесь, поскольку о нем идет речь, он, как известно, еще совсем недавно работал в хайп и примкнул сейчас к Адор, забрав с собой целую кучу финансовой и конфиденциальной информации непосредственно к Адор, то есть которая не ограничивается исключительно Адор. Также в этом отчете говорится, что Мин Хи Джин задумала взять и отделиться от хайп, но, естественно, это все нужно было как-то провернуть. В этом отчете говорится, что началось еще все в начале 2024 года, других отчетах говорят, что значительно-значительно раньше. Значит, здесь сообщается, что после определенной проверки хайп обнаружили косвенные доказательства того, что нынешнее руководство Адор обратилось за сторонней консультацией по поводу управления Адор, что уже является первым звоночком, потому что все необходимые консультанты в такой большой компании, как хайп, и так имеются. И, соответственно, здесь рассказывается, что эти консультации должны помочь им разработать план по передаче прав управления от хайп. То есть эти сторонние компании должны были разработать план, при котором нашлись инвесторы, которые бы захотели инвестировать в Адор. Соответственно, хайп бы поделился своими акциями, всеми акциями, вот 80% или какой-то достаточно львиной частью, но загвоздка здесь была как раз-таки в том, что все эти инвесторы заранее были завербованы нынешним руководством Адор, и таким образом компания, по сути, перешла бы ей в руки. Также здесь упоминается, что этот план будет реализован путем манипулирования общественным мнением, чтобы создать впечатление, что хайп выдвигает несправедливые требования к Адор. Вы знаете, вот этот вот отчет, он уже вышел более в широком формате, и я сразу здесь объясню, о чем идет речь. Обвиняют ныне Мин Хи Джин в том, что она создавала новостные провокации, различные вбросы и раскачивание негатива по отношению к артистам хайп и самих хайп, для того, чтобы вызвать резонанс и негатив в отношении хайп, и тем самым, когда ей будет удобно, под шумок, заявить свои права на Адор и группу Нью Джинс, и чтобы общественность стала на ее сторону. То есть вот тут сразу начинает проглядываться тот самый ответ, что сейчас происходит в кейп-поп. Эта масса негатива, которая сейчас обрушилась на лес Рафин, выглядит неадекватно, и в таком объеме я слишком долго в кейп-попе, для того, чтобы не понимать, что что-то здесь происходит не так. Мы припоминаем с вами эту череду статей на пустом месте по поводу Техёной военной форме. Нет, я не хочу сказать, что, например, были подкуплены все прям фэндомы разных языковых групп и так далее, но просто в прессе все разносилось и популяризировалось таким образом, чтобы влиять на сознание многих людей. И это все спровоцировало также волны антифанатов или фанатов других фэндомов, которые, воспользовавшись моментом, обрушивались такой типа конструктивной критикой, либо прям откровенным хейтом на артистов лейблов хайп. И, естественно, лес Рафин больше всех попали под эту раздачу. Так что, ребята, знайте теперь, откуда все эти ноги растут. А если вы подключились к этой всей волне, ко всему этому негативу, и впереди планеты все и внесли его в массы, ну, собственно, вы, так сказать, стали объектом манипуляции со стороны Минхиджин, с чем я вас поздравлять, честно говоря, не хочу. Это, конечно же, не обнуляет того факта, что многим действительно могло не понравиться выступление девочек лес Рафин, или кто-то имеет свое мнение по поводу патриотизма, пацифизма и всего прочего-прочего. Тем не менее, мы теперь прекрасно с вами понимаем, почему масштабы были настолько несоизмеримо большие, и, в принципе, весь этот негатив, который в последнее время кучковался вокруг хайп, то там, то сям. Движемся дальше. Дальше сообщается, что в процессе создания этого секретного плана Минхиджин и двух заместителей директоров А и Б, они по собственной воле передали различную информацию консультантам по иностранным инвестициям, частным инвестиционным компаниям, аналитикам и консультантам компании по ценным бумагам. То есть, все те, к кому обратилась Минхиджин для того, чтобы реализовать свой план, а это не один, не два и не три человека, для этого нужна была огромная команда, да, поскольку им пришлось бы тягаться с хайп, да, то есть, всем этим людям, различным, возможно, даже не относящимся к одной компании, она передавала информацию внутреннюю, которая принадлежит хайп, даже если это касается только исключительно Ador. Более того, здесь сообщается, что был передан контракт между Ador и хайп, и, естественно, есть подозрение, что была передана информация о хайп, которая, в принципе, не относится к Ador для того, чтобы было все-таки проще как-либо надавить или воздействовать на хайп, использовать эту всю информацию о своих интересах. Вот тут я напоминаю как раз-таки того самого директора, который покинул не так давно свой пост непосредственно в хайп и перешел в Ador, забравшись с собой целую кучу информации. Он имел не просто какую-то там информацию хайп, а это были ключевые коммерческие тайны. И именно сбором этой информации, как сообщается в статье, Минхи Джин уже занималась какое-то определенное время, то есть, это все случилось не вчера и не сегодня, она целенаправленно собирала эту всю информацию, даже которой у нее не было, для того, чтобы реализовать свой план. Также здесь сообщается о том, что уже на данный момент нынешнее руководство Ador обратилось к родителям артистов, то есть, мы с вами понимаем, да, речь идет о девочек Нью Джин, для того, чтобы склонить их на свою сторону, то есть, убедить в том, что нужно идти за Ador. А вы, наверное, понимаете, что поскольку девочки работали под покровом Ador, и Минхи Джин ими занималась она им куда ближе, чем какие-то там дяди и тети, которые сидят непосредственно в хайп и особо девочек не знают, естественно, повлиять на умы и на сознание девчонок было значительно проще, и, скорее всего, они, возможно, даже стоят на ее стороне. И вот тут, как мы можем убедиться, тема у нас опять очень сильно напоминает 50-50, но, по крайней мере, пока что никаких резких движений со стороны девочек и их родителей нет, и это, слава богу, наверное. Кроме того, в ходе проверки со стороны хайп, якобы, была выявлена информация, это утечки информации об артистах. О какой информации идет речь? Это медиафайлы, в частности, предебютные артистов, и также различная личная информация о здоровье. Как вы можете видеть, стрелочки всякие разные показывают конкретно на девочек New Jeans, что речь идет об их личной информации, но поскольку присутствует вот этот самый пунктик, что был человек извне, так сказать, туда, с горы, который имел доступ к определенной информации касательно других групп, и произошла утечка, то, естественно, некоторые беспокоятся по поводу того, как это может коснуться личной информации непосредственно артистов других вейвлов. И еще, знаете, какая тема сейчас поднимается между фанатами, которые требуют ярого ответа от Минхиджин и прочих-прочих, какая именно конфиденциальная информация была слета, ну, то есть понять ее масштабы, потому что вы же знаете, что в любой компании есть, наверное, то, что они не слишком-то бы хотели выставлять на показ. Возможно, даже это не что-то незаконное, тем не менее. И поэтому многие опасаются, что сейчас могут начать выливаться некие подробности, которые особо никакой роли не играют, но создадут такой резонанс, что потянет за собой в негатив и остальных артистов, которые сейчас оказались под этой угрозой. Движемся дальше. Отзывы прошлых сотрудников о Минхиджин, появившиеся на фоне борьбы за власть хайп. Речь идет все о том же сайте, называется он Blind, на котором зарегистрированы сотрудники. Они пишут анонимно, тем не менее, для того, чтобы получить регистрацию, они предъявляют свой ID в качестве подтверждения, что они действительно являются сотрудниками. И здесь всякие разные мнения. По большей мере, они негативные по отношению к Минхиджин. Дескать, все ее считают неким гением, но на самом деле, если вы вместе с ней поработаете, вы поймете, что с ней очень тяжело, что она, ну, в общем-то, достаточно скандальная, как здесь заявляется. Хотя отзывы здесь разные, но я что-то хорош не видела. То есть, если кто-то и задается какими-то вопросами более нейтрально, обычно ответы по этому поводу от сотрудников появляются не очень хорошие. Хочется сюда, наверное, даже, знаете, сказать о том, что вроде бы как со стороны Ador пошла такая некая волна. Дескать, сейчас хайп пытается манипулировать СМИ и выливать всякую разную информацию, возможно, в том числе используется и тот же Blind, для того, чтобы дискредитировать ее и все остальное. И она уже не смогла потом отстоять права, собственно, то, за что она борется. Я прошу также это учитывать и иметь в виду. Она не первая, кто это делает. Почему? Некоторые защищают Мин Хи Джин в условиях борьбы за власть хайп. Собственно говоря о том, что она как будто бы манипулировала всякими разными СМИ и прочим-прочим-прочим, для того, чтобы вывести свою группу на повыше, да, или воздействовать, опять же, на СМИ и потопить там в какой-то степени хайп их авторитет, для того, чтобы общественность стала на ее сторону. Говорят, что, подождите, хайп тоже не выкомшитый и активно использует стратегию борьбы с конкурентами или превышения своих артистов над артистами других компаний, как раз-таки посредством СМИ. И такая стратегия есть во всех компаниях, особенно в крупных. У каждого есть своя череда репортеров. И, собственно, в зависимости от того, кто сколько денег в это влияет, тех громче и слышно, да. Так что многие это выставляют в качестве аргумента, для того, чтобы сказать, что Мин Хи Джин ничего нового не изобретала, и уж не хайп в этом, собственно, обвинять Мин Хи Джин. Вскоре появились диспатч, которые тоже рассказали некоторые подробности. Не то, чтобы здесь было слишком громко, но все равно. Вот смотрите. По словам инсайдеров отрасли, генеральный директор Мин Хи Джин уже давно стремилась к независимости. Она тайно обратилась к инсайдерам и искала способа купить акции Хайп в Эдор. Это то, о чем я говорила, что сейчас есть информация, что это дело не до 2024 года. Было сказано, что Мин Хи Джин неправомерно получила конфиденциальную внутреннюю информацию о Хайп. То есть, видите, здесь уже идет как раз-таки о нарушениях определенных, на которые она пошла, для того, чтобы заполучить информацию для разработки своего плана. Также предполагается, что она использовала сотрудника Хайп для кражи конфиденциальной информации Хайп. Мы понимаем, что речь, скорее всего, идет о том самом директоре Эй. Кажется, Хайп уже получили значительное количество улик против Мин Хи Джин. Они нашли доказательства того, что она оскорбляла сотрудников. Было несколько упоминаний. И, как вы видите, сейчас эта тема активно форсится. Только что мы с вами об этом говорили. Для того, чтобы еще и Мин Хи Джин выставить в крайне негативном свете. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что мы будем сейчас с вами с разных сторон всякое разное слышать. продолжаем фильтровать, потому что даже если, правда, не где-то посредине, она, конечно же, неоднозначно в ту или в ту сторону. И в определенных моментах на наше мнение с вами могут влиять различные СМИ. Как, например, здесь. Уж Диспатч очень давно сотрудничает с Хайп и выпускает статьи в поддержку артистов Хайп. При том, что я люблю и Хайп, и артистов Хайп. Я уже давным-давно знаю эту фичу, потому что, как только что, Диспатч всячески со всех сторон поддерживает, является той основой, той платформой, которая сотрудничает плотно с Хайп. Да, просто вспомни даже те же фотосессии, которые делают Хайп для непосредственно Диспатча. Потом появилось заявление Мин Хи Джин через новостное агентство. Оно достаточно коротенькое и касалось Айлит, но я не буду на нем останавливаться, потому что Адор уже сейчас выпустили официальное заявление, большое. Я его опубликовала в Телеграм-канале. Вы можете перейти и почитать его там полностью, но оно, по сути, более развернуто рассказывает то, что было сказано накануне. Итак, она в открытую рассказала, за что она, собственно, борется сейчас и почему она на это пошла. Речь идет о том, что Belief Club по итогам того самого типа Айленда, но только не Айленда, да, как были созданы мальчишки по реалити-шоу Enhypen, так вот Belief Club, они дебютировали девочек Айлит после шоу и концепт, который был создан для них в первое время, да и сейчас тоже, вызывает у многих вопросов, почему это так похоже на New Jeans. И при том, что у нас с вами были обсуждения, и да, много было точек пересечения между этими группами, с хореографиями и прочим-прочим. Некоторые это списывали как раз-таки на возможный вайп самой компании Hype, да. С другой стороны, многие видели и отличия этих двух групп. Третьи говорили, блин, why not, сейчас эта тема популярна, почему нет. Четвертые говорили, да господи, вот с концептов New Jeans достаточно много взять тех же 50-50, тоже были на это похожи. То есть, ну, камон, почему, и тем более какие-то определенные отличия есть, а для кого-то Айлит и New Jeans вообще выглядят абсолютно разными группами. Тем не менее, согласитесь, что эти новости активно распространялись. Вопрос только в чем, действительно ли они были настолько на слуху, насколько ошорились, и действительно ли мы обсуждали это с вами, как раз-таки потому, что это была тема обсуждения, вызванная нашим просмотром. Или все-таки СМИ, которые тоже активно об этом писали, стали лишним поводом нам снова об этом говорить. Получается, как бы, да, снежный комп этой новости вырос до таких масштабов, что касалось все вокруг, говорят именно об этом. И как раз-таки в своем заявлении Адор откровенно обвиняют, BeliftWeb, во-первых, да, в копировании концепта New Jeans, то есть их культурной идентичности, над которой Минхи Джин работала столько времени. Более того, речь идет не только о концепте, а о многих наработках, о том, как производилось продвижение, какие создавались те же фотографии, и прочее, прочее. Все это, дескать, под копирку было слизано BeliftWeb для группы Айлит. Ну, а говорить исключительно, что это был нехороший поступок со стороны BeliftWeb нельзя, потому что сам Банши Хёк продюсировал для девочек Айлит весь альбом, соответственно, хайп тоже принимали в этом непосредственное участие, поэтому бодаться Минхи Джин решила не с BeliftWeb, а непосредственно с хайп. Также она упоминает, что еще с самого начала, когда был разработан концепт Айлит, и она почувствовала, вот когда появились фотографии, например, что что-то тут не так, и ей очень сильно это напоминает ей, им, ну, компании, да, я говорю Минхи Джин, потому что с ее наводки говорит сейчас нынешнее руководство Эдор. Собственно, обращались они в BeliftWeb, обращались в хайп, просили повлиять на это, но хайп как будто бы откладывали это на подольше, на попозже, дескать, потом разберемся, а сами ничего не делали. Есть еще кое-что, что они сказали. Так, например, девочки Нью Джинс только планируют предстоящий, да, там, камбэк. И вот это вот время, вот как она считает, нужен был перед их для того, чтобы общественность немножечко отдохнула и успела соскучиться за Нью Джинс для того, чтобы собственно спровоцировать тот самый пик активности и внимания к себе, когда у них случится камбэк. Я рассказываю вам своими словами. Но поскольку сейчас промежутки между активностью девочек Нью Джинс дебютировали девочки Айлит и своими вот этими вот сравнениями в сети привлекли лишнее внимание к Нью Джинс, это как раз таки нарушает стратегию продвижения, которую разработала Эдор для девочек Нью Джинс. И собственно, на фоне всей этой шумихи вокруг обсуждения сходства между Айлит и Эдор хайп получили то нужное внимание, прибыль и успех, популяризацию музыки Айлит и все у них было в шоколаде, но тем самым они всячески подпортили будущее продвижение девочек Нью Джинс и практически ну как бы поделили на два их концепцию и все остальное, сделав их уже не настолько собственно ценными со стороны концептуальной какой-то творческой идеи, которую в них вложила Мин Хи Джинс. Также здесь прям по тексту чувствуется, что Эдор не хотят, чтобы Нью Джинс как-либо пересекали с девочками Айлит в новостях, в СМИ, в концептах или еще где-либо, потому что это делает Нью Джинс не такими особенными, да. Но дело в том, что я видела уже некоторое мнение нитизен, поэтому конкретно поводу они говорят подождите секундочку. То есть получается, что вы не хотите, чтобы вашу успешную группу сейчас использовали для того, чтобы продвинуть новичка, в то время как сами, когда вы были новичками, вы активно продвигались на имени BTS, поэтому обвиняют ее в лицемерии. Некоторые также считают, что вот эти вот выпады в адрес девочек Айлит со стороны Мин Хи Джинс и этого заявления воспринимается исключительно как повод, который она использовала для того, чтобы реализовать свои планы и как-то прикрыться, защититься фэндомом девочек Нью Джинс и не выглядеть прям злом-злом, да, дескать, правда, на моей стороне, я здесь обиженная сторона и поэтому как бы вступитесь за меня. То есть некоторые люди обвиняют ее именно в этом. Теперь, ребята, открываю новостные статьи, смотрю вместе с вами. Поклонники кей-поп требуют, чтобы Мин Хи Джин ответила на обвинения по поводу утечки личной информации артистов хайп. Дело в том, что, да, действительно, после того, как я прочитала ее заявление, я обратила внимание на то, что она никоим образом не сказала ничего по поводу того, в чем ее обвиняют. Она просто выказала свою позицию, что она выступает в качестве защиты для концепта разработанного, для того, чтобы сберечь идентичность группы Нью Джинс, но никоим словом она не обмолвилась по поводу того, что она какие-то незаконные способы использовала и так далее. Также, Мин Хи Джин обвинили в том, что она взяла и просто вот так выставила девочек элит настолько в негативном свете не самих участниц как личности, но всю эту группу вместе с молодыми совсем только дебютирующими девчонками, по сути, перечеркнув этот весь проект, который только-только начался и спровоцировала вокруг этих девочек своими громкими заявлениями то внимание, на которое они не заслужили. В сообщениях корейских СМИ также предполагают, что утечка информации включала частные подробности об артистах, находящихся под управлением хайп, что потенциально ставит под угрозу их публичный имидж и личную безопасность. То, о чем мы с вами говорили, хочется мне сюда для нашего с вами обсуждения вынести отдельную тему, которую вы уже и без того активно обсуждаете у меня в телеграм-канале. Это недавнее сотрудничество Техиона, да, действительно, он только тепло отзывался о ней, потому что она спродюсировала его сольный альбом и некоторые очень надеются, что весь этот скандал никоим образом не зацепит его непосредственно и вот этот вот негатив, который сейчас льется на Минхи Джин не перекинется на Техиона волной. И смешно и плакать. Хочется, ребят, на сайтах сейчас появляются уже, знаете, агрегаторы новостей по происходящей проблеме и они обозначаются вот таким образом типа скандал день первый. То есть, понимаете, уже с размахом, что это будет многосерийная история. Я видела даже шутки от некоторых из авиат в телеграм-канале, дескать, запопсаемся попкорном, но все прекрасно понимают, что, конечно же, в этом всем хаосе прежде всего пострадают артисты, которые ни в чем не виноваты. Ну и, естественно, не повинны ни в чем работники, которые задействованы в хайп и в Эдор тоже могут понести определенные ущербы, уже не говоря про инвесторов. Со временем есть шанс, что непонимание фанатов и общественности станет больше. По этой причине Эдор опубликовал это заявление после обсуждения с нашими юристами и Нью Джинс. То есть, получается, она утверждает, что, по сути, девчонки Нью Джинс ее благословили, на это подчеркивая, что они поддерживают ее позицию. Мы надеемся, что благодаря этому хайп и белифт признают свои ошибки, начнут уважать культуры достижения других и вместо того, чтобы заниматься плагиатом, внесут свой вклад в индустрию развлечений нашей страны посредством упорного труда и творчества. Как будто бы они еще не внесли в BTS. Хорошо, но, в принципе, в этих заявлениях Мин Хи Джин также активно упоминается то, что хайп всячески настаивали на сохранении самобытности групп разных агентств, а тем временем взяли и украли. То есть, украл концепт не кто-то другой, не какая-то сторонняя компания, а внутри самой этой компании, которая делает ставку на самоидентичность каждого из агентств, они взяли и похитили. То есть, вот такие также обвинения существуют со стороны Мин Хи Джин и нынешнего руководства Эдор. Так, ребята, я уже устала это все пересказывать, как здесь обозначено день первый, пока смонтирую. Если на монтаже что-то появится, я буду довставлять в ролик. Опять же, обращайте внимание на какие-то вставки и подписи, если вдруг они появляются. Значит, я довкидываю какую-то информацию, которую либо забыла во время рассказа, либо она появилась немножко позже. И, конечно же, будем следить за развитием новостей. Очень хочется верить, что в комментариях все будут вести себя прилично. Очень, опять же, прошу не оскорблять ни одну из сторон конфликта, не использовать грубые выражения как в адрес артистов, как в адрес хайп и всяких прочих компаний, не использовать всякие гадости или уничижительные упоминания Бан Ши Хи Ока или Мин Хи Джин. Пожалуйста, давайте оставаться людьми. И даже если вам кто-то из этих сторон не нравится, вы, конечно же, имеете полное право это высказать, но только в тактичной форме, которая передаст ваше мнение, а не унизит ту или иную сторону конфликта. Я вас очень прошу и, как всегда, на этом настаиваю. На этом пока что буду закругляться, буду ждать вас, встречать в комментариях непосредственно и до скорых, конечно же, встреч. Саран-саран, с вами была Риран. Люблю вас, целую. Пока-пока-пока.